Коллеги, всем добрый вечер снова. Рады видеть всех у нас. Помните, что компания DataArt открыта для всех. Мы очень рады проводить различные встречи технических сообществ. И сегодня наша традиционная встреча, которая называется IT Talk, это сообщество технических специалистов, которое мы принимаем у нас в ТИНах, которое создано нами. И я очень рада, что вы к нам приходите, что вы интересуетесь, что вы углубляетесь в знания. И я желаю, чтобы вы к нам приходили почаще. Если у вас есть идея каких-либо встреч, мероприятий для IT-аудитории нашего города, и не только, вы обязательно связывайтесь с нами. Можно прямо сюда приходить, можно находить меня. Меня зовут Анна Бутлеева, я пиар-менеджер компании DataArt. Ну, а сейчас хотелось бы сказать о том, что сегодня будет происходить. Сегодня будет происходить, как кто следит за анонсами в нашем блоге, невероятные чудеса. Мы сегодня будем не просто говорить о коде, мы будем говорить еще и о девайсах. И я с огромным удовольствием под ваши бурные-бурные аплодисменты приглашаю к микрофону Алексея Рыбакова, сеньор-девелопер города Харьков, DataArt. Всем привет, спасибо большое. Меня зовут Сиропаков, я сеньор-девелопер компании DataArt. И сегодня я вам расскажу про чудный девайс, про очень интересную большую штуковину, которая называется DWS-Hive, и про то, как это все вместе работает. Вот, каким образом мы сегодня построим нашу беседу? Значит, будут картинки, будут музыки. Пально всего это будет какое-то количество текста, и обязательно еще будет небольшое живое демо. Для живого демо мне придется подходить к компьютеру, подключать девайс к шнуркам, поэтому будут быть небольшие паузы, быстрее это сделать, все равно никак не получится, поэтому, как бы, sorry, заранее. Вот, это первое. Второе. Я немножко кашляю, поэтому заранее извиняюсь. Это мы иногда будем делать вот так вот, божественный напиток. Чай, на самом деле, горячий. Вот. Чашку не выходит. Да. Если у вас будут возникать вопросы, это будет очень хорошо, пожалуйста, запоминайте их, потому что может быть ситуация, что в следующем кадре я отвечу сразу на ваш вопрос. Если на ваши вопросы не отвечу по мере презентации, у нас будет сессия вопросов и ответов. Если нужно будет вернуться на какой-то слайд, вы не скажете, что давайте возвращаться, мы вернемся на этот слайд и вводим там. Ну, собственно говоря, в этих предусториях, давайте начнем, поговорим о самом девайсе. Собственно говоря, Google Nest появился в апреле 2015 года и впервые его показали на Google Earth. Это была очень большая презентация, очень красивая, 20-минутная, ее многие видели. Многие не видели. Если вы захотите, у вас будет силы и желание. Мы в конце вечера найдем ее на YouTube и посмотрим. 15 минут. Если вкратце, то сначала товарищи с очками прыгали с самолетом, в шоу хэпгаут, прямая трансляция, они падали на крышу, ну, приземлялись. С крыши подхватывались стафеты велосипедисты и так далее. Очень красиво, очень эффектно. И в конечном итоге были доставлены в зал вот такой вот девайс. Собственно говоря, в тот же день Google объявила, что свободную продажу в 2013 году пока что этот девайс не поколел. Была возможность заказать 2000 комплектов. Это комплекты, так называемые Explorer Edition, для участников Google объявила. Разошлись они буквально там, как только это стало возможным, сразу же это все моментально все записались и свободное девайсе закончилось. Далее. Я хочу, спасибо. Ради голоса. Далее. В течение 2013 года за полторы тысячи долларов Google давала возможность сделать следующую штуку. Они открыли программу If I Had Glasses, если бы у меня были очки. Значит, в чем смысл этой программы? Вы пишите письмо, в котором рассказываете, что бы я сделал с очками, если бы они у меня были. Там, снимал бы там любимую кошку, сумму, тещу, там еще кого-нибудь, ездил бы на велосипедах, программировал бы и так далее, так далее, так далее. Мы, персалисты, рассматривали эту заявку и принимали решение, дать ли вам возможность за полторы тысячи долларов купить этот девайс или не давать. Таким образом, они продали еще 8 тысяч девайсов. В конце 2013 года они предоставили следующее штуку. Значит, у всех, у кого уже были реальные девайсы, могли бесплатно раздать три инвайта своим друзьям. Или там, по-моему, уходим. И по этим инвайтам тоже была предоставлена возможность купить за полторы тысячи баксов этот девайс. И вот буквально летом Google объявила, что за 1600 долларов можно купить девайс абсолютно без проблем в Штатах и за 1000 фунтов стиленов в Лондоне. Собственно говоря, почему так все сложно? Сейчас это еще не потребительский продукт. Сейчас это девелоперская программа и даже не девелоперская, а экспорерская. Владельцы Google Glass являются экспорерами, являются исследователями. Google получает огромное количество фитбэкок, разных 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 цветов девайсов, огромное количество отзывов. Если вы сломаете эти очки, ну, эти не надо вам на самом деле, то их абсолютно бесплатно вам поменять в соответственно, либо в Штатах, либо в Лондоне. Единственный момент, нужно будет описать причину, каким образом вы их сломали. То ли они вас просто перестали работать, то ли вы на них случайно сели, то ли вы возвращались там домой и не дошли до дома с очками. вот как только очки появились, в Штатах было три случая, когда очки у владельцев просто отнимали. Моментальным образом Google подключалась к поискам полиции, как бы под GPS-ом выясняли, где находятся эти девайсы, там в течение суток, даже меньше, владеи были задержаны и очки вернулись к владельцам. То есть в классе как-то было присмыслено, ну и сейчас тоже присмыслено. На них идет личная гарантия. Если у Google обновляется хадроем этих очкаут, вам меняют очки на следующую версию. У меня сейчас в руках версия 2.0 уже на самом деле. Она, собственно говоря, отличается следующими вещами. А первая, тут немножко больше памяти. Значит, что у нас, собственно говоря, поставляются дочки. Это на самом деле с одной стороны такая модная Bluetooth гарнитура, как пишут в некоторых стадиях. С другой стороны это нормальный публиционный андровый девайс. Здесь стоит очень хороший процессор Texas Instrument двухъядерный. Он работает. Я очень помню, что с нами старый мат, который я когда-нибудь пускай зародил, вы знаете, что у нас не было сгибы, я не сказал, это давайте чуть позже к этому вопросу. Окей? двухъядерный процессор 1-2 мегагентств, достаточно мощный. Значит, команда Google на первой версии очков железа, на которой была 1-гейлайт памяти, 618 была доступна, программистам пропускали, GTA San Andreas Android версию. Я запускал стандартный Unity, например, уже на второй этой версии очков, которые там, если вы Unity 3D запускали, там, RPD игра на полностью 3D, но оно, как у нас взгляд, было 15-16 кадров с собой. То есть, работает очень хорошо. Здесь, в этой версии очков, 2-гейлайт памяти, ну, собственно говоря, потому что Android 4-4-4, эта версия очков работает немножечко меньше по длительности с аккумулятора, чем предыдущая, ну, Android обновился, не дожиданно, начал играть большую память. В смысле памяти и электронерки. Что еще? Здесь есть Bluetooth, здесь есть акселероватор, здесь есть гироскоп, магнитный контурс. По всему этому можно получить доступ из программного обеспечения, об этом уже тоже подгородил. Меньше это сколько? Меньше, чем... Меньше, автоматность. Меньше теперь лучше, тогда сколько? Значит, если они лежат в столе, вечером их оставляешь, они ничего не делают, утро они уже писали. Если их активно использовать навигацией или еще чем-нибудь типа ролик на YouTube, они садятся в течение четырех часов. Если их подключить к батарее, в смысле с искусственным питанием, то у них другом момент. Они нагреваются и вырубаются, потому что они напрягают. как бы поэтому я надеюсь, что мы до конца до демо доживем. Вначале немножко померла лампочка, все работало, но посмотрим, что у нас будет в течение времени. Кейс, который предполагается для этого девайса следующий. Это устройство для ведения вашего фотоблока или вашего какого-то личного дневника. Это устройство, на которое вам приходят нотификейшены по вашей почте, по вашему телефону, звонки и так далее. У вас руки всегда свободны, вы не отвлекаетесь на то, чтобы достать и посмотреть, что вам пришло, вы общаетесь с людьми. Вот как-то вот так это все очень описано, но тем не менее мейксенс. Значит, как они работают? В разумном варианте у нас есть маленький экранчик 40 на 360 разрешение и есть призм. Собственно говоря, вот так это все выглядит. Проектор находится вот здесь. Прозрачная такая оболочка транслируется это все на призму и в конечном итоге мы видим во-первых сквозь эту листу абсолютно спокойно, но когда включен экран, мы видим экран. Вырызг он как-то вот таким образом передо мной сейчас вот таким вот образом передо мной висящий, вот на таком расстоянии. Контрастность соответственно фона. Если допустим я смотрю на лампочку видно менее плохо, если я смотрю на лампочку видно хорошо. Есть очень хороший факт для этого. Если вам плохо видно вот так вы делаете и видим ее очень хорошо. Кроме всего прочего комплекты с очками есть еще очень интересное такое кстати вот то что приходит вам вот такой красивый мешочек в красивой еще белой коробке коробки уже нет мешочек еще есть. Мега модный вот сейчас модный эти плоские шнурки да? Не не шнурки такой полет и собственно говоря то что их делают очками на самом деле это вот такая вот штука она когда вы смотрите на эту линзу с надетыми этими линзами со стороны это будет так и видно гораздо лучше там какая-то популяризация видимо используется то есть изображение становится более контрастным вот я общался с ребятами из луги лапер группс из России из Украины которые были вот на самом-самом первом ивенте и купили еще 2013 году купили эти очки и собственно вопрос был следующий ну а как вообще на вас реагируют люди ну ты меняешь минут 10-15 на тебя смотрят еще как бы странно потом люди привыкают и уже перестают обращать внимание если одеваешь вот эти линзы то как бы люди вообще моментально тебя и перестают замечать кажется что у них обычные очки и так далее и так далее они проводили эти эксперименты когда находились на территории Соединенных Штатов В Битании и всего остального я попробовал сделать это в Хайкове я заметил что люди перестают обращать внимание только после того как делаешь в следующем момент все люди больше на тебя не смотрят но как бы вроде бы эта штука помогает это то что касается так сказать зрения изображения что касается звука значит первая версия очков первая версия железа передавала звук очень интересного она передавала звук сквозь кость на внутреннее губ этот механизм используется в аппаратах для людей которые плохо слышат у которых есть повреждения от барбанной перепонки и так далее и так далее и так далее сейчас мой любимый момент давайте рассмотрим это более подробно а значит таким образом работает обычная обычная научная вот это первая часть значит мы вставляем наушник мустоу раппера идет звук не услышан где каким образом работают очки чезар мы прислоняем источник звука вот сюда он находится по самому динамику здесь сквозь сквозь передается звук мы опять таки слышим на внутреннем ухо если нет повреждений никаких все будет а теперь все будет хорошо во второй версии значит google предложил еще следующий вариант вот такой маленький дополнительный наушничек который вставляется в usb и вот таким образом работает оба режима работают оба режим работают да если его достать то будет работать режим первый если не доставать то будет работать режим второй но качество гораздо лучше плюс окружающие не слышат звук почему слышат окружающие звук когда идет через bond conduct in phones я вам честно скажу не знаю причем удивительно что на разных людях звук слышен по-разному видимо это зависит от толщины ну и собственно говоря что видит пользователь пользует видит от экрана и на самом деле здесь наверное лучше это будет поддемонстрироваться большим видом звук Продолжение следует... You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past. For example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. Have fun exploring. С точки зрения пользователя распространения интерфейса, мы имеем одну большую ленту. Часть, в которой хвост входит в прошлое, но почему-то впереди у нас. Настоящая есть сейчас на этом слайде OKOS. И есть еще возможность запускать приложения, которые тоже есть. Если они запущены, они у вас находятся в режиме Now и Settings. Двинутся сюда. На самом деле, мы сейчас это все включим и посмотрим. И это будет немножко полезно. Что у нас находится в прошлом? В прошлом у нас находятся все события, все notifications, которые приходили. В прошлом у нас находятся все события. Собственно говоря, вы сейчас видите то, что вижу и я. Я сейчас сразу скажу. Скорость работы немножечко не такая, как на реальном девайсе, за счет того, что в подключении идет идет трансляция экрана на процент. Но, тем не менее, лучше загорелись. Такое тогда бывает. На самом деле, они просто нагреваются и как бы все. Но бывает, что в основном, честно говоря, на выступлениях. Да. Когда я с вами работаю в обычном режиме, они дают предупреждение, что мы нагрелись, мы хотим отдохнуть и отпустить нас. Вот. На полчаса кайф. Отключаешь и как бы уже сделать. Если, кстати, долго задушниться стоит на это включение? Около минуты. Даже меньше. Сейчас, собственно, я его почти уже сижу. Одну муточку. У нас нет. Нет. Все еще возится. Так вот. В прошлом находятся все на диспейшем. Любые звонки, любые смыслы, любые фотографии, любые какие-то вещи, которые происходили, они все хранятся в памяти. То есть максимальная вот длина сейчас у меня этого прошлого на 4, по-моему, в месяц. Как происходит направление? Значит, движение крайне простое. Свай вперед. Свай, кроме голосового упражнения. Не надо реагировать, пожалуйста. Спасибо. А к нему немножко позже вернемся. Свай вперед. Нас листает вперед. Сейчас вы видите какую-то новую рабочую почту. Я ее пролистаю. Вот это уже не рабочая почта. Показывается здесь два персонала, кому письмо адресовано. Вверху, если есть фотография. Допустим, если бы это письмо было из контакта с фотографией, то была бы фотография того, кому не написано. Слайд назад. Традиционно листает назад. Если мы с ОК ГУС входим назад, то мы там увидим, допустим, форобу не в арбитурсе. Это стоит одно из приложений. Меню второго уровня. Приложение, которое установлено сейчас. Одно из стандартных приложений Take Photo. Мы получили фотографию. И эта фотография уже есть в нашем прошлом. То есть если мы сюда перейдем. вот у нас Джастнала была сделана фотография. При помощи показывать те фотографии, которые делали сегодня в течение дня. Фотографию можно поставить. Кроме всего прочего, здесь есть режим действительно настроек. Wi-Fi. Не подключенную Nexus. Как я уже говорил, с точки зрения хард-гвардного обеспечения, эта версия у нас получается 2.0 называется, а на самом деле на 3.0. Был промыточный вариант, когда первые пользователи Google Blast дожили до зимы. Они все их получили летом. Дожили до зимы. И опытным путем было выявлено, что они бьются током. А соприкосновения с одеждой, статистическое электричество. И тогда быстренько переделали цепи и все остальное. У них другая проблема возникла, на самом деле, после этого. Ну и как бы осуществлялись такие вот обметы. С точки зрения софта, мы сейчас видим XE 22. 22 это много прошивки, которая есть. Но она может быть еще 22.1, 22.2, 22.3. Ну и здесь самое интересное, наверное, что есть. Традиционно у нас есть небольшое паскальное яйцо. Значит, значит, загрузится смысл следующий. Если 9 раз нажать там, то мы увидим панорамную фотографию всей команды, которая разрабатывала Project X. Сейчас попробуем это сделать. Видите? Она сейчас загрузится. Она достаточно большая для того, чтобы... Она панорамная, да? Вы понимаете, что такое панорамное. То есть сейчас мы видим Сергея Брина. Если мы посмотрим сюда. Еще людей. Я понимаю, что это будет смешно. Но... Но вот как бы да. Что нам больше всего нравится. То есть выяснить, вот что вот это вот за примет. Я тоже думал, что это проектор, но тут еще одна есть. Вот. Здесь. Два проекта разные. Но, может быть. Тем не менее. Если вы внимательно присмотритесь, у них практически не у всех есть свои очки. Это будет та тысяча очков еще существующих. Идея, которая вот разошлась по... Вот. Ну, собственно говоря, вот такое астальное действие. Мы еще вернемся к Деме. Сейчас мы посмотрим... на очки с точки зрения управления, как мы будем с компьютера. Так. С точки зрения компьютера. Но, на самом деле, опять-таки, мне кажется, лучше показать его в Деме. Значит... Довы получаете очки. Довы получаете очки. Вы регистрируете их на Google. Комн MyGlass. В секции традиционно Девайс Унфо. В Факторе Розет. Очень полезная штука жена. Почему? Потому что... Прошивка обновляется внизу. Прошивка обновляется абсолютно без какого-то подтверждения пользователя. То есть, вы берете эти очки, они вам говорят, здрасте, мы обновили прошивку. С точки зрения пользователя, это, в принципе, на самом деле, не так и страшно. С точки зрения программиста, это ужасно. Потому что, вероятно, Google закрывает какие-то API у себя в своих прошивках новых. Они больше не работают. У нас реально была ситуация. С реальным клиентом, который платит реально большие деньги. Что, значит, мы присылаем им приложение, которое для этого протестировали в наших очках. Все работает отлично. Они говорят, не пашут. Более того, один из национальных предложений был фотографированный. И, значит, они говорят, вы знаете, у вас эти очки постоянно фотографируют. В смысле? Ну, мы даже еще ваше приложение выключили, а они постоянно продолжают фотографироваться. Говорят, ну, зайдите в настройки. А мы не можем зайти в настройки, потому что они постоянно продолжают фотографироваться. И, как бы, ну, вам смешно. А у нас ситуация, когда поставили программу, программа сломала UI. Значит, начинаем аккуратненько разбираться, как, чего, куда, почему. А находимся мы в разных часовых поясах. И тут и нам приходит модификация, что у нас обновились очки. Мы пробуем, у нас работаем все. Игорь, чуваки, ака у вас прошивка стоит. Они заходят, о, прошивка новая поменялась. Давайте что-то делаем. И вот там с той стороны товарищ говорит, давайте хардрезет сделаем. Я говорю, давайте в вашем очках. Да. Делаем хардрезет, запускает без ничего очки. Все работает отлично, запускает нашу комплекцию, все работает отлично. Поэтому, очень важная штука. Фактор ДЗ. Unlock Device нужен для того, чтобы он очень удобен. Если вы хотите сделать свою какую-то прошивку, то ради бога делайте, вы будете терять играть. Где находится дело? Ну, собственно, понятно. И, наверное, самый-самый интересный вариант, да, это приложение, которое существует. Это первая большая секция, это те приложения, которые уже установлены на сам девайс. Если вы хотите сюда подключить таким вот образом, какие кривишины, требуются для работы приложения под силу с упасом, все это можно посмотреть. Это то, что установлено. Сколько всего есть приложений? Сколько всего есть приложений? Это только тех, которые были отправлены в Google, и которые там установлены работают. для всех пользователей Google EBS. Ну, вот так что. Там приблизительно по 80 штук разных типов. Устанавливается очень просто. Вы выбираете это приложение, включаете его. Я, наверное, не знаю, что это приложение. Я, наверное, не знаю, что это приложение. А, файл сделаем. Ага. Мы другого сейчас поставим. Включаем его. Да. Вот. Все. Оно у нас начинает ставиться. Значит, ставится оно интересным образом. Мы сегодня еще об этом поговорили. Есть два типа приложений. Биро API и найти его. Собственная работа, наверное, послали уже. Вернемся. Биро API и приложение найти его. Также третий вариант. Вернемся. Смешиваем. Что такое мероприятие? Это обычный HDP RESTful Service. Или, другими словами, серверсайд-приложение, которое умеет работать с вашими ручками. Что оно может делать? Оно может присылать модификации, которые будут в виде карточек показываться. Оно может обрабатывать ваши фотографии. Оно может присылать там какой-то текст, обрабатывать у себя на серверсайде, оставить его результат. Вот. Найтивные приложения. Найтивные приложения, которые инсталируются на сайта. Так вот. Возвращаясь к вопросу про установку приложений. Вот мы быстренько сделали классную эту птичку вон. И ожидаемая реакция, что как бы, ну вот, сейчас оно загрузит и будет работать. Вот. Ничего подобного. Некоторые приложения активируются через сутки. Либо через двое. Причем это вот мировое приложение, которым, казалось бы, нам ничего не нужно делать. Им нужно только получить антифитнейших сервисов Google. И принять новое, новое, не пользоваться. И все. То есть со стороны очков делать вообще ничего не нужно. Приложения, которые нативные, они загружаются иногда быстрее, чем в Miro. Но, опять-таки, зависит от размера. Соответственно, у меня была ситуация, когда я включил приложение, и где-то недели через две, я только о нем вспомнил, посмотрел, а оно у меня, оказывается, уже есть. На второй, на две недели. И не было ничего не работало. Miro приложения. Масса языков, масса библиотек. Работает следующим образом. Наша Glassware. Glassware – это аппликейшн в терминах разработки Google Glass. Причем неважно, какое это, Miro API, либо не Miro API, либо JDK используется. Это все будет Glassware. Miro API. Есть приложение, создаёт карточку, посылает notification, notification приходит на очки показывающихся. То есть вот все эти черные экранчики, которые я вам показывал, которые мы видели. Это все так называемые карты, которые могут быть созданы веб-сервисом, и которые на самом деле представляют собой JSON и небольшой текст. Есть Playground, на котором можно создать этот текст, без очков абсолютно, можно посмотреть превью, как это будет выглядеть. Если, допустим, вам не подходят те языки, которые в библиотеке уже есть, вы хотите посмотреть на своем, ради бога. Обычный пост-запрос, чем угодно, хоть курлом, хоть чем, отсылаете его, и вам приходит notification на очки. Либо там есть примеры, вот на Python, с подключенной библиотекой, либо на Java. Правый Python от Java, есть еще C-Shark, есть еще, господи, язык модный, он будет Go, по-моему. Есть еще, давай, обладаем, PHP, естественно, Java, Python, Peruby, да, вот внизу, а вот это вот маленькое звере, впереди это Go. Как инсталироваться? Что вам нужно для того, чтобы начать разрабатывать мировые игры? Во-первых, нужны очки, обязательно. Без очков у вас не получится выбрать в конце для Google вот эту вот птичку. Google AdWriteLine включить он. Если к вашему Google AdWriteLine не подключены очки, этой опции просто не будет видно. Более того, можно шарить проекты в консоли, между, допустим, несколькими участниками, добавлять каких-то еще своих товарищей. если у этих товарищей есть подключенные к аккаунту очки, то либо этот аккаунт прописан на вот этих уточках, на одни очки можно до трех аккаунтов прописать. То тогда у них будет возможность использовать Neural API. Если нет, то нет. как только-только-только-только появилась первая прошивка в свободном доступе, один товарищ, хакер с большой буквы, я бы сказал, в лучшем смысле этого слова, правда он китаец, я не могу поднести правильного имя, вот, он сделал Reverse Engineering прошивки и выпустил 6,7 APK файл как приложение, которое можно поставить было на любой телефон Android и симулировать для Google присутствия Google Glass. Вот в 2013 году мы приблизительно в офисе так и разрабатывали под белое приложение. У меня был телефон Samsung, он как бы сейчас есть, и он был подключен, вот, если вы заметили, обратили внимание, а, это было на реально, там был Google Glass 2. Первый Google Glass это были на самом деле Samsung, и можно было использовать для API эти notification приходили на реально телефон и показывались в этой эмуляции но это только для для лимитов. лимит, тысяча реквестов в деньги, плюс, точнее минус еще и в том, что у вас обязательно всегда поднимают ваших сервисов веб, которые могут падать, не падать, работать с разной скоростью. Есть еще и сервисы от Google, которые не гарантируют, что эти моменты, что эти запросы, реквесты, придут прямо сейчас в момент времени. С одной стороны. С другой стороны, вот я пробовал эверматовское админировое приложение, функционал там следующий. Вы делаете фотографию, потом шею в этот самый в Эвернат, и оно появляется у вас на десктуре в виде новой вкладки, новой заметки. Ну, пара секунд может быть. Максимум 5 секунд было. То есть, от классного шея и от нового буквально можно достать. Достаточно быстро работает. Но, опять-таки, если там сильно постараться, можно его и посадить на ссылки на большее. Потому что была ситуация, когда мы сняли ролик ютубовский, он показывался очень быстро, на самом деле. И он очень быстро шарился в углу. Мы начали показывать этот быстрый вариант с ютубовским роликом. Небольшое было дело. И, собственно говоря, мы сняли ролик. Ожиданная реакция была, что вот мы сейчас его шарим. И вот у нас в углу аккаунт уже появился. Ну, он у нас появился на следующий ролик. Ну, благо, вообще, это такой демо. Мы объяснили, что это в углу. А мы можем сделать ключ. Приложение. Вот, наверное, одно из моих любимых предложений. Это предложение, которое позволяет с помощью Google Glass управлять Tesla. Tesla это электроавтомобиль. Тесла Окей. Значит, что можно делать? Можно открывать двери, закрывать двери, можно проверять заряд батареи у Tesla, потому что она полностью электрическая. Можно изменять температуру в салоне. Ну, как бы, вот их там 7 или 8 функций, но они очень прикольные. все это тоже задержка будет. Ну, скажем так, как бы, ну, я видел, как бы, эту Tesla, да, но у меня не было, в тот момент, просто подачка. С одной стороны. С другой стороны, демо, которую я показывал для этого приложения, оно очень быстро все делается. То есть, без задержки, но задержка в угле, естественно, может быть. Вот. С одной стороны. Там еще добавляется еще один, третий сервис. Это REST-сервисы и JSON API, предоставляемые Tesla для управления этой машиной. То есть, там массовых вариантов, но тем не менее. На самом деле, у нас уже, как бы, есть в планах разработка вот под Tesla, в BTA. Несный момент, нам нужно что-нибудь делать. Как бы, у нас уже есть, да. Ну, без девайса, в принципе, разработка возможна, но это очень сложно. можно заказывать. Ну, надо этим работать. Еще один пример приложения, которое классический ленировый API, это приложение с рецептами. Да, приложение, которое, значит, позволяет молодым, холостым людям выживать нормально, спокойно. в ближайшие рестораны. Ну, да, там есть такой вариант, очень простое, очень легкое, значит, вы выбираете блюдо, и дальше гайд вас проводит по вот этим, степ-бай-степ, что там нужно. Единственный момент, что степ, вы тоже все равно переключаете сами. Почему я вам пример таких приложений? Для того, чтобы вы поняли, что приложение для Google Glass, это нечто такое, воздушное, непонятно. Нет, это обычное, оно просто немножко по-другому выглядит. Но это обычное, нормальное, мятное приложение, где требуется пользователь, то есть это не футуристический девайс, и скоро он начнет продаваться. Кстати, в 2015 году Google обещает вроде бы начать продавать девайсы, и вот на вопрос о цене, они говорят, что цена Google Glass будет такой же, как вот обычный, стандартный смартфон, который вот сейчас покупают пользователи. Ну, как бы стандартные смартфоны, там они у всех по-разному, некоторые покупали себе Nokia, да, смартфоны, некоторые, там, iPhone еще есть Plus, там, за вторые штучи классы. Но я надеюсь, что стандартные смартфоны, там, потребляют 400-600 товаров, вот такой вот где-то. А еще одно интересное приложение, сейчас мы посмотрим, как оно реально работает, это приложение, которое опять-таки, позволяет себя уверенно чувствовать рядом с девушкой, когда, допустим, ты находишься в музее. И проводить, проводить небольшие интеллектуальные беседы. Давайте посмотрим, как надо будет. кнопки-глас . Стартитель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, собственно говоря, все понятно. Да, заказываешь себе клуб по музею, идешь и, одев наушник, девушка не подъезжает с одной стороны и быстро пересказывает все, что вы говорите. Субтитры создавал DimaTorzok Найтивная разработка приложений или GDK или Glass-девилотники. Что позволяет делать? Позволяет писать классические, нормальные Android-приложения. Ну, как классические нормальные. С точки зрения подхода. С точки зрения визуальных местных тренировок, сейчас мы их рассмотрим. Писать их и устанавливать их прямо на сам девайс. Очень быстрый вопрос относиться на другой девайс. Может вам сказать вам-то немножко неполучие экскратенты... А-а-а-а-а... Окей... Айфон и девел� Nastenary Окей... Within Windows Mobile и девелل Lions А-а-а... Обычные мобильные дела, вы подключаете девайс шнурком к компу и программируете, создаете там бутылку сразу же с первого раза. Мы можем использовать Android SDK с некоторыми ограничениями. Ограничения, собственно, следующие у нас есть. У нас нет тавиатуры, но мы можем ее подключить, и у нас тач работает немножко по-другому, как мы ее покажем. И есть у нас GDK-адон, для чего он нужен? Он нужен для создания наитивно выглядящих приложений для Google Glass. Что значит наитивно выглядеть? Вот эти вот черные, если вы, допустим, хотите, чтобы ваше красивое приложение выглядело, как наитивное приложение состояло из одной фотографии, слева двух срочек, справа. Вот как раз GDK-адон, который позволяет очень быстро делать эти карточки. Там есть распознавание жестов, распознавание голоса и так далее, и так далее, и так далее. Как это работает? Во-первых, с помощью GDK сейчас мы можем создавать только LiveCard, либо приложения, которые постоянно запущены, постоянно находятся у нас в Now. То есть мы не можем делать notification-ов, вот как паст, которые будут создавать. Только вещи, которые видно сейчас. То есть если вы запустили свой application, либо если пользователь ваш запустил приложение, оно у вас всегда будет находиться вот в зоне Now. То есть от них лезь, слайдите назад, и видите это ваше висящее приложение. Вот. И оно там будет крутиться постоянно, до тех пор, пока пользователь его не запроет. Это штука появилась, соответственно, недавно, до месяца три или четыре. До этого GDK позволяло создавать точно такие же абсолютно 100% приложения, как и Mirror API. Можно было создавать notification в прошлое, задавать их на время и так далее, и так далее. Естественно, это почему-то пунктик. Это все работает для обычных карточек. Если вы все-таки хотите сделать какой-то нестандартный интерфейс, вы можете использовать так называемый Emersions. Так, нуля, этот Emersions Pattern, он очень простой. Вы не используете GDK, либо используете его очень небольшой функционал. Он буквально две птицы ставит, и он есть. И все. Дальше вы на экране рисуете все, что хотите. То есть полноценные, в принципе, ну как полноценные, полноценные игры. Можно играть абсолютно. Это, например, кстати, одно из игрок. Если они не нагреются, я вам его в конце, я игру в конце покажу, запущу. Ну и, собственно говоря, наверное, я вам сейчас покажу стандартное демо. которое идет вместе с очками. Точнее, как говорят, вместе. Google выложила это все на GitHub. Его можно загрузить, посмотреть полностью все их сложные коды. И мобильные программисты смогут посмотреть, до чего же мы можем добраться. А все остальные могут просто посмотреть. Больно. Одну минуточку. Кстати, если вы помните, мы поставили предложение найти в Сайку. Видимо, он коннектируется каким-то, точнее, определяет какие-то станции. Потом мы можем дойти до этих сторон. Ну, вот в Париже, допустим, я видел такие сервисы. Еще у нас по стране. И во Львове. Так что есть сервисы, которые доставляют вам велосипед, который вы можете идти в аренду, доехать до следующей станции, там его отдать. Видимо, это что-то в этом духе. Видимо, бывает ситуация, что предложение не до конца корректно написано, чтобы получить обратный функционал очков. Ну, приходится... Нет, не H2Z, но можно подключиться к консоли кдбэчной, зайти на очки как на Linux-машину и удалить, собственно говоря, это приложение, найти его по названию, удалить. И, собственно говоря, что он нам показывает? Да, я сейчас, вот смотри, где касаюсь, да? Он нам показывает первый и второй этаж. Более того, вот приходит констант LongPress. То есть, когда вы, как программист, хотите получить этот LongPress, вы подключаете этот GDK-арго определенным образом. И дальше вам не нужно там в коде вычислять, долго мы держим пальцы. Вот, два пальца нажали, два, пришел, идем to LongPress. Было обновление ошибки 14 октября. И я после минуты опускал. Так, окей. Сфальзал. Вот еще какой-то интересный момент. Мы получаем, естественно, координаты. И вот это тип карточек, которые мы можем создавать. Это просто текст. Из первой API мы тоже можем делать все такие карты, которые сейчас здесь будут показаны. То есть здесь есть три поля. Сдаются три поля. Текст большой, футно и время с парано-стороной тоже с нами. Более сложная картинка с background. Более простой текст x-play-out. Более сложный. С картинкой. Вот. Значит, вот эти картинки, чтобы мы понимали, они делаются автоматически. То есть вы не можете знать из положения, что вот. Значит, девушка будет на 50% в верхней части карты. А там, Android будет внизу пока. Именно вот в таких картинках. Вы можете сказать только порядок. Девушка, мальчик. Что такое? Ребенок. Ребенок. Женка. Android. Вот. Вы так зададите, и вот таким вот образом, вероятнее всего, вы получите картинку. Это экран карточки, который позволяет развивать кико-сеттинги. Ну, и будут всякие разные игры. Красивая вещь. Вот. Что касается, что касается игры. Сейчас мы допустим. Как раз вот эту вот игру, которая показана на скрине у нас на экране. Значит, это было вообще сделано, как только Google официально анонсировала API в конце 2013 года. Дети-чуваки сделали игру. Называется «Москориста». Значит, я опять буду сейчас на космонавте спешно выгодить. Смысл идет в следующем. Значит, на этом «Моском дне» играет красивая музыка. Управляются буковки, и буковки нужно выложить в какой-то английский срок. Я сейчас не буду указывать это слово. Я просто покажу, как это работает. Каким образом можно делать игры для Google Maps. Собственно говоря, управляю я, естественно, как голову. Навожу, получается вот. Какая-то хрень. Это то, что делают более-менее профессиональные товарищи и создатели игры. Google предоставляет некоторое количество примеров игровых. Сейчас я их перейдущим. Какую. Можно нажать. Раунички. Глазами. Вот так. Нет, глазами нет. Но, вы знаете, очень интересная ситуация. Летом Google запатентовала способ управления на Google Maps именно глазами. Отслеживание движения зрачка. У вас первый кадр была картинка с интервьющей, где человек смотрит. А если хардуарный, вы здесь в самом библиоте? Значит, из хардуарного на сейчас есть только поддержка мигания. Собственно говоря, на мигании сейчас стоит такая нестандартная фигня, это сделать фотографию. То есть нужно подбить правым глазом. У меня не всегда, честно говоря, получается. Вот сейчас получилось. Кстати, очень странно. Обычно получается, когда он делал. Смотришь на это? Если смотришь не на делал, я вам абсолютно серьезно говорю. Я с очками несколько раз уже не вступал. И вот на каждом... Ну сейчас, в Митропетровске, видимо, везде работает. Вот. Бегание работает нормально. Ну, более-менее нормально. Зрачок, движение зрачка пока не отслеживается, потому что нет просто на пастахагуя здесь. Но вот этот патент, который они сделали, запатентовали, и вот он был как раз для вот этого экранчика, дает нам надежду, что в следующей версии очков будет именно отслеживать. Потому что, в принципе, сейчас уже есть просто очки, которые вы так выливаете, и они позволяют отслеживать движение зрачков, где они у нас выдают кардинал. Так, ну, собственно, давайте к игре вернемся. Сейчас еще несколько раз уже покажу. В игре, которая есть в исходниках от Google. Да, вот, баланс. Очень простая игра. И очень жизненная. Вам на голову что-то падает, нужно удержать баланс. Вот я вот, 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 вот так вот. Но у меня немножко быстрее это все происходит. Вот видите, уже немножко, да, пошло. Ну, вот, как-то так. Собственно говоря, если отключить экран, работает на очень идеальном. Причем до такой степени, что там доходишь до третьего уровня, ты уже начинаешь, практически ощущаешь, что у тебя на голове это, что у нас стоит очень глубокое погружение, за счет того, что очень хорошо обрабатывается датчик акселерометра. И ты можешь получать очень точно такие все движения. В результате, на самом деле, эта игра здесь для того и сделана, чтобы показать, каким образом соцсоединенных на продуктах. Так. Вообще, конечно, я гранатся в Google бесконечно. А еще не буду. На Google очках в том числе. С точки зрения опыта, как это все выдать? Абсолютно. На 100%. Как мы пишем на обычной Яве, для обычного Андроида, все точно так. Никаких всяких, например, бомбасов, ничего. Обычный, ставите Андроид СДК, как обычный СДК, добавляете в Лазберилат кунки в Google, и здесь он делал по-ам. Больше, да, сделаем. Вообще будем. Сделаем, да. Когда вы создаете новый проект в Андроид Студии, у вас уже есть эта птичка. Хороший АГЛЭС, которая создает вам небольшой шаблончик, который вы можете использовать. Шаблон Кудей. И, собственно говоря, как бы с девелоком у нас все. Дальше, Андроид Студия, обычно подключаем девайс, обычно програбируем, обычно тестируем. Единственное, что из-за личных ощущений очень быстро устаешь. Потому что, как бы нужно, чтобы постоянно девайс был у тебя. Во-первых, он греется, греется он в этой части. И, на самом деле, ну, уже можно пробовать. На этом достаточно ощущений. В холодную погоду он даже согревает. Летом он согревает некогда такой не совсем комфортный жар. Но, и с другой стороны, они постоянно, когда вот висят, постоянно их программируешь, смотришь, они очень сильно управляют зрение. То есть, часа четыре ты работаешь нормально, а потом уже все. Начинается очень сильно управлять. Но это из-за отличных вещей. У всех там по-разному. Эммуляторов для найти неприложений пока нет. С одной стороны, с другой стороны, ну, мне кажется, нет никакого смысла в эммуляторе. Единственное, что может быть отдохнуть. И второй вариант есть еще. Можно вот, либо таким образом шарить приложение, вот как я шарил только что. Это через стандартный Android монитор каст, Android screen кастик тулов. Либо можно подключить их напрямую к телефону, вот тогда они работают гораздо быстрее. И можно смотреть, что у вас значит, то, что вы видите прямо на экране вашего смартфона. Но есть один момент. Для того, чтобы делать какие-то действия, то есть перейти в следующие в любом случае нужно либо сделать свайп, либо тапнуть, либо бэк, либо так далее, так далее, так далее. И, то есть их в любом случае либо брать, одевать, либо... для разработчиков можно сделать так, чтобы он работал не только на неразработчиков. Для неразработчиков есть опция. Очки выключаются, когда ты их снимаешь. Это очень удобно на самом деле, потому что они не красавы. С другой стороны, это не всегда работает хорошо, и поэтому технически бывает обычно в конце выступлений, когда люди хотят по мере посмотреть, они одевают, и ничего не происходит. И не включается. Ты одеваешь на другого человека, не включается. То есть некоторые такие моменты еще не до конца доработают. Есть. Но в любом случае, возвращаясь к вопросу эмуляции, лучше всего смотреть, как приложение выглядит именно по самим ручкам. Соответственно, приложение по раз покидает. Приложение. Примеры найти, как приложение. Кроме того, что мы уже видели, вертки полицейских. Они вообще фанаты технологические, очень большие, очень сильные. Они любят пробовать всякие разные новые штуковины. Департамент города Нью-Йорка полицейский славится всеми этими штуковинами. Какое приложение пробовали они с двух руководствий? Полицейский мог переключаться между камерами, которые висят рядом с ним на улице. То есть он стоит за углом подростки российские или украинские СССР распевают малым образом незакрытое пиво. с камеры включают камеры и смотрят пиво это или не пиво. Эти камеры не видно. Включают на следующую камеру. Ну, к примеру. Потом выходит, хватает, говорит, нет, я не знал, как я и все. Опять-таки распознавание лифтов. Значит, все вы знаете, что Android инферарь позволяет вам делать такую очень хорошую штуку. Вы делаете фотографию, вызываете определенный метод и значит, если на фотографии есть лица людей, то они помечаются аккуратненько прямоугольничком. Дальше эти лица вы уже можете получить куда-нибудь загрузить в сервис и так далее. Google Glass этот Android сервис он отключен. То есть вы его можете вызывать, но получаете массив изображений лиц с любой дынки. Но он был отключен специально прошивку. В первоначальных версиях он работал. Но опять-таки первые девайсы разошлись, началась какая-то паранойя, вот сейчас меня сфотографируют лицо и так далее и тому подобное. Опять-таки в том же самом Нью-Йорке появились кафе с такими табличками, что вход в Google Glass строго запрещен. Вот. Ну да, может быть. Но опять-таки для полицейских сделали исключение и распознавание лиц, причем в лучших традициях робокопов и терминаторов, сразу с биографией всем исключениям. Какие функции выполняются на интернете в Google в грабочном плане на свой сельный цикл? Для этого приложения я не могу вам сказать. Нет, вообще в принципе распознавание лиц как лиц, то есть то, что это вот лицо, а не мячик, например, это найти мое функцию. Для этого интернет не будет. Для распознавания лиц, то, естественно, это небольшая база, в полумиллионных человек. Оставься, это все-таки серверная оборота. Но это только это приложение, которое для Нью-Йоркской полиции. Я знаю, что сейчас в Боробских Эмиратах начинается буквально полтора месяца назад было какие-то новостях, значит, раздали всем этим полицейским, которые ездят на Мазерати с этих мигалоком на всяких разных дорогих машинах. Им еще раздали Google-очки, значит, что они делают? Они считывают номер машины и позволяют быстро получить информацию о том, есть ли на этой машине штраф. Ну, и там тоже такой большой ролик 15-минутный. Там показывают вначале очки в Мазерате и в конце очки, а 12-минут глава департамента какого-то города рассказывает о хорошем английском о том, как они это все делают. Еще одного приложения, которое существует в виде патрики, давайте поставим под на руку. патрики, Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 статей доходов. Это фитнес-приложение. Все заботятся сейчас о здоровье. О здоровье сейчас производители девайсов, о твоем здоровье заботятся больше, чем ты сам. С этими всякими часами и так далее. Фитнес-аппликейшн, как он выглядит для Google Ads. Здесь, кстати, там будут в конце показываться несколько кадров разных реальных приложений, которые реально существуют. Сначала и в конце. Обреки бывают, я немножко прокомментирую. Точнее, когда это будет девайсов. Поехали. 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 Привет, я Альц. И я Бен. Фитнес был огромным импактом. Зомби ран. Тоже только-только пришли очки, начали ставить кучу всяких разных приложений для того, чтобы понять, что вообще можно разрабатывать, что люди делают и так далее. Поставили этот зомби ран. А, ну собственно, зомби ран, да, но так особо сильно не вкидывались смысл этого всего. Ну и запустили приложение. Покрутили там что-то головой, ничего не происходит. Потом приходит notification. И он так что-то говорит, текст там никто не слушал. А потом, позже оказалось, смыслом notification был, что вокруг вас повышенная зомби активность, нужно немножечко пробежаться. Ну и вот в этих очках приложение запущено. Оно там мерцает, я там что-то кому-то рассказывал. Тут идет громкий-громкий звук, который вон. Я поворачиваюсь, и там она. Идет такое зомби. Понятное дело, что на маленьком экранчике, понятное дело, что пооружаемость не очень большая была, но все равно очень интересно. И игра действительно, на самом деле, интересна. То есть она привязывается к реальной карте, к реальному городу, местности. Желательно, чтобы у вас была эта карта местности более-менее детальная, да, от Google. Потому что, если там нарисован мост, да, а моста нет, то вам придется побежать через реку, да, напрямую. Вот. И, как бы, приходит notification, на такой-то улице сейчас зомби активность, они бегут к вам. И смысл нужно бегать. Там потом в конце статистика, значит, сколько ты пробежал, зомби сколько раз тебя съели, зомби могут появляться там с другой стороны, можно, там, угадать вместе с товарищами, ну, в общем, мега-мега-мега. Ну, вот. Что можно делать еще? Собственно говоря, можно делать приложения, которые взаимодействуют с другими приложениями в вашем умном доме. Собственно, сейчас мы подходим к второй части. Она будет очень быстрая, на самом деле, потому что все уже немножко устали, но это не умеет. Эта часть называется девайс-хай. Вот. Все мы знаем прекрасно, что вокруг нас огромное количество огромных умных, или не огромных, но все равно умных девайсов. Значит, уже сейчас в мире существует электронных девайсов, которые могут подключаться, уникально, больше, чем людей. То есть, допустим, если посчитать там все часы смартфоны умные, которые сейчас вот выше, это было 400 миллионов экземпляров уже продано. Начиная с этих Тайзена в Самсунгах, которые продавались и так далее. Если посчитать все смартфоны, каждый из которых уникальный, на самом деле, девайс, уникальный номер коннете в сети. Если посчитать умные эти холодильники, которые продавали современные самсунги, телевизоры и так далее. Вот всех этих умных девайсов, выходящих в интернет, их больше, чем людей. И к 2020 году их будет больше в несколько сотен раз, чем текущее количество населения в 2020 году. Собственно говоря, многие называют сейчас интернет не интернетом людей, а интернетом вещей. Есть такой термин, введенный, собственно говоря, еще в 1994 году, интернет of things, интернет вещей. Вот эти вот все вещи, которые коннектятся к интернету. Соответственно, Google Glass — это один из тех девайсов, который может управлять всеми остальными девайсами. То есть, пример теста мы уже видели, да? Там можно управлять лампочкой, можно управлять Wi-Fi чайником, есть как-то чайником, как сказать. Такая очень удобная штука, наверное, на самом деле, если верить отзывам. Он тебя будет, когда он не успел. Телефон не замкал. Что делали мы в рамках этого девайс-хайка? Во-первых, что такое девайс-хайк? Девайс-хайк — это платформа, которая разрабатывается в DataArt и которая помогает связывать абсолютно разные электронные девайсы. Вот, например, филиппские лампочки, которые можно программировать включение и выключение. Или, допустим, термостаты управляющие и айфон-планшеты. В чем плюс большой девайс-хайк? Он в том, что все протоколы между этими устройствами, они уже существуют. То есть, у вас есть идея. Вы садитесь и начинаете делать эту идею так, как вы ее хотите. О протоколах вы уже позаботились. Это все open source. Вы можете скачать и поставить все эти исходники. Можете их использовать, они распространяются под BSD лицензии, абсолютно не открывая больше никому. Можете вступить в комьюнити и комьюнити от себя исходники. Open source — сплошная свобода. Очень драйвово, очень интересно, очень красиво. Как это красиво работает, я сейчас попробую показать быстро. Если они не перегрелись. И у них хорошее настроение сегодня. Абсолютно я так рассказываю. Собственно говоря, ожидаем эффект, что я включил приложение. Что я хочу добиться? Я хочу добиться, чтобы лампочка поменяла цвет. Я не знаю, те, кто пришли немножко раньше, они видели. Вначале я это что-то включал-выключал. Сейчас уже немножечко не так. Но, конечно, после немножечко они полежат отдохнут. И мы вернемся. Как это работает с точки зрения программы? Значит, есть device-crime API. Это сервер-сайт-приложение, которое установлено на одном из наших серверов. Которое занимается, условно говоря, с учетом того, что не очень большое количество параметров в зале, как я понимаю, занимается оно следующее. Оно позволяет принимать командные сообщения от клиентов, которые подключаются через, допустим, Brayster API к этому облаку. И отдавать всем девайсам, которые ждут этих команд. Работает реально очень быстро. Я на самом деле предполагал такой момент, поэтому... 2-3 дня. Что? 2-3 дня. Нет. Нет. Работает это очень быстро и очень моментально. Сейчас я как бы покажу как. Это полностью инфраструктура device-5. Как бы на ней чуть позже вернемся. Ну вот, на той неделе нам приехали эти чудо-часы. И вот с ними мы делали похожие дамы. Сейчас я проверю как она работает. Как это происходит. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ура – это очень быстро. Какая-то. Но я не могу. Вот. Он. Вот. Он. 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 Я, на самом деле, еще надеюсь, что не получится такой демо еще и с очками сегодня, поэтому я его видео не записывал. Что там происходит? Приложение, запущенное на часах, ну или запущенное на очках, это, на самом деле, одно и то же приложение, оно было просто портировано мной под часы, отсылает команду в JSON-формате на сервис, который находится вообще там. Это не сервис, не установленный на новую бутылку, это не сервис, не установленный внутри нашей декартовской сети. На этот сервис можно зайти и постучаться, и он в Playground создан абсолютно стандартным образом. Вы заходите на devicecf.com, регистрируете, получаете себе веб-интерфейс Playground, вот там он идентичным образом, то есть я не использовал никаких магических вещей, которые я, как один из разработчиков, знаю, как они работают. Отсылается команда на этот сервер, который находится в интернете. С Raspberry Pi, который установлено вот здесь вот, на этой платформе, там запущена небольшая CDP Linux программа, эти команды получаются сюда и отсылаются на Leng, на Arduino Control. Если бы вы, например, захотели сделать такую бы штуку, что бы вам потребовалось? С нуля. Естественно, все эти девайсы, они у вас уже есть. Дальше. Вам нужно было бы придумать протокол, по которому будут общаться ваши очки с вашим Raspberry Pi. Либо взять какой-то уже готовый протокол. пример. Потом, вам бы понадобилось эти команды по этому протоколу разобрать и отправить его в бинарном формате на ваш MoodLamp или RedBowDunner, как это называется, микросфель. Которые там были бы выполнены для ракотройеров и уже дальше бы нам бы включили кинглогазом лампочки. В принципе, это все реально. Многие так делают и это тоже очень хороший, очень правильный подход. Если бы вы взяли DeviceHive, вам бы нужно было бы реализовать только идею и, естественно, взять небольшую библиотеку клиентскую, которая позволяет отсылать команды для UOS, небольшую библиотеку клиентскую, которая для Linux разработана на C++ для Raspberry Pi и небольшую клиентскую библиотеку для Arduino. Если вы не хотите ковыряться в C++, вы сюда можете поставить питоновский шлюх, взять питоновскую библиотеку используете. Если вы не хотите здесь использовать Arduino, а хотите мигать лампочками напрямую, ради бога, мигайте лампочками напрямую через Python, либо через Mika, .NET или через что-нибудь еще. Вариантов масс. Вот, собственно говоря. Если вы не хотите использовать Google Glass как управляющую программу или, допустим, найти на Android программу, можно сделать интерфейс на HTML5 и показывать его, допустим, на планшете на Google. Как угодно. Собственно говоря, на этом, наверное. Все. Спасибо и ваши вопросы. Сразу, поэтому есть вариант, что у вас просто использование опыта и интерфейса. Ну, смотрите, вся идея в том, что у вас эти девайсы должны как-то связываться между собой. Для этого есть смысл использовать стандартную инфраструктуру. Допустим, не интернет. Допустим, у нас есть стра-локальная оси. Вы можете этот интернет, интернет-часть, которая у нас происходит в интернете, абсолютно спокойно установить на одном из своих компьютеров. Более того, сейчас в планах идет разработка, ну, не то, что идет она. Идет обсуждение разработки легкого девайс-кайф клиента, девайс-кайф-лайн, которую вы сможете, если там все у нас растется и получится, в планах, чтобы вы могли ее поставить вообще на Raspberry Pi и она у вас бы крутилась. Вот именно вот та часть, которая заменяется. Отвещаю на ваш вопрос. Да. Вы внутри рамках своей квадратной сети можете сделать вот такую штуку абсолютную историю. Уже сейчас, но единственное, вам нужен будет какой-то более-менее мощный PC. Но опять-таки, что такое более-менее мощный PC? Он нужен будет PC, у которого стоит 2 гигабайта памяти и у которого стоит X86 процессор, на котором можно запустить либо C-Sharp сервер в сайту версию, либо Java сервер в сайту. То есть, как бы, я уверен, что ваш телефон гораздо мощнее, чем под компьютерами. Ну, просто как в облачной технологии хорошо, но в плане, там, где-то, поуправлять этими салчасами, этими в какой-то каком-то входе, ну, без DE или 4G покрытия, ну, в принципе, в какой-то дождь или ее? Да, ну, тут, опять-таки, все зависит от задач. Естественно, эта вещь не универсальное решение во всего. Но некоторые вещи из них можно использовать, потому что у меня в подход можно подправиться. Опять-таки, возможно, если вы рассмотрите полностью всю эту инфраструктуру, вам не придется упадать в поле. Еще образы? А с Google Glass, если подключать, то это на свою прошивку, либо через Google сервер? А если подключать, простите, что? Ну, вот эту технологию, да. Нет, это же библиотека для Android. Есть использование библиотека. То есть, это нативное приложение, которое из самого лэк-зайта? Да, да, да. То есть, не Mirror API? Можно сделать из Mirror API? Еще вопрос. То есть, Mirror API работает только через Google сервер? Да. А, точнее, даже не так. Для Mirror API вы берете свой сервер. На него ставите свой сервис. На вашем языке, как вам выбрали написано. Который потом... Да. Источник данных... Он все равно транслируется через Google. Да. Все идет через... Да, 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 абсолютно верно. Через APNS сервисы у Apple, у Android через GSM и у Google Glass через Google Mirror API сервис. Да. Да, пожалуйста. Я посмотрю, три вопроса. Мне бы... А после разложки загрузчика, при восстановлении Google Glass, приходит ли их поправление на данных, хороших видящихся для... Да. Да. Но, смотрите, какая ситуация. Значит, у нас несколько девайсов. Google Glass Data Arc. Один из них находится в Нью-Йорке, и там англощины потом возвращались обратно. Это было, видимо, год тому назад, и да, обновление приходит. Но ту версию Google Glass очков мы уже поменяли на следующую. Вот. И гарантировать на сто процентов, что придет обновление, я уже не могу. То есть я могу сказать, что да, в прошлом мы такое делали, и оно один раз сработало. Сработает прямо сейчас, не факт. Сейчас там был 3-2 вопроса. Значит, второй вопрос. Вы говорите, что это же нефть движется. Вопрос в том, почему Google использовался другой процессор, а не автомат составил тех процессор, когда они будут обсудить там, и чисто, и не сам. Почему? У небольшой человек... Если честно, как бы, я не знаю. Но, в принципе, можно попытаться все узнать. Есть два способа. Вариант первый. Погуглить. Да. Вариант второй. У, опять-таки, наших коллег, которые работают в Нью-Йорке, огромное количество знакомых, друзей. Есть люди, которые работают и в Google Glass. Сейчас прямо в ботну нас записывают на YouTube, я не могу говорить. Все, вслух, поэтому не буду. Но, в принципе, можно попытаться узнать. Опять-таки, погуглить. Вопрос в том, что нативное приложение будет потреблять больше. Почему? Потому что здесь идет еще один лейер сервиса. То есть, если, допустим, с мировой API, у вас отрабатывает только то, что на уровне операционной системы, то к нативному еще добавляется к тому, что работает еще и будет. Вот так. Вы сказали, что вы стали клиентом приложение какое-то. Ваши отрабатывают? Да. А что такое интересное? Я не могу сказать, это проект по индейам. Не, я не могу сказать. Да. Вот вы сказали, что были устройства, которые отбочили. Обычно на телефонах есть там телефон кейлиц или какие-то проблем, кейлиц или кейлиц или кейлиц или кейлиц, которые решают эту проблему. В нормальном процессе можно в курсе, есть какие-то решетики? На XDA есть некоторое количество всяких угольных программ. Есть даже какие-то вроде бы даже примеры в этих вот прошивок, которые можно попробовать. И коммитинг страшный вообще очень большой. Они очень серьезно опережали то, что Google вообще отдавал. То есть, допустим, анонсировали нативное приложение в конце августа. В 2014 году. Я тогда был в Киеве. Мы приехали на Хакатон. От DataArt поучаствовать как раз в Киеве с Google. И значит, там смысл был следующим. Так что Google только-только вот в этот день, это была суббота. Они должны были по их времени анонсировать и скинуть линки нативных приложениях. А мы там на Хакатоне уже делали эти нативные. Ну, как бы, мы команда DataArt. И ребята из Прилатбанка. И там еще ребята. Ну, то есть, я к чему? Что информация уже была в интернете доступная. Те, кто интересовался, уже много это делал. Тогда это было возможно на Unwatching. По прошивках. У нас были Unwatching и Google. Поэтому, обратно возвращаясь к вашему вопросу. Да, комбинити неформальных всех этих вещей существует достаточно большое. На XGAR можно найти уже всякие разные примеры. Можно найти программу, которая там понижает частоту. У нас есть программа, он его вес повышает, так далее, так далее, так далее. Ну, и так, и для любого. Ещё вопрос. А вот ещё про библиотеку, которая позволяет транслировать картинку на телефон. Вот эта библиотека, она избавляет от необходимости регистрировать очки? Или вам всё равно очки надо зарегистрировать? Это даже не библиотека. Это стандартное приложение. Называется MyGlass. И первым ускрином является регистрация очков. Вот. И работа не только с очкаем и стилем. Тот, который китайц сделал? Нет. А, тот, который китайц сделал? Нет. Там все хитро. Извините. Нет, я знаю, что вы говорите после чего-то. Покажет. В этом приложении можно работать только с верой API. Оно показывает только стандартные карты. Оно не позволяет использовать никакие новые фичи GDK. И очки не нужны. Сам девайс поступает очками. Как бы новую компетенцию. Это, как говорят, Jailbreak. То есть он избавляет от финансового стиля. И все равно. Это даже... Там, в принципе, следующий вопрос. Значит, вы качаете техпеть АКК на свой Android, запускаете Install АКК, и дальше заходите на Google, Google My Glass, вписываете там аккаунт, под которым вы зашли с телефона, Gmail. И делаете там четыре раза тапы, проскидываете эти экраны. И дальше у вас в My Glass появляется девайс в My Glass. То есть он зарегистрирует. И, собственно говоря, если его не зарегистрирует, то Мир API работает. Но, как бы, оно считает это нормальными очками. Более того, я на эти вот Samsung типа очки, телефон, я ставил Facebook, Мир API. Я ставил New York Times. Ну, то есть те приложения, которые работали через Мир API, которые представляют дефтишн. И я вот выбирал их из того, как я показывал, в моем приложении. Вот точно так же. Абсолютно классно выбрался. Я не знаю, честно говоря, сейчас, в каком состоянии этой программы. Потому что, в последний раз я ее пробовал где-то год тому назад. Потом он уже более-менее начал отправляться доступ к реальному железу. И мы перестали заниматься. Но, реально, в принципе, Мироприложение можно таким образом фотоаппаратировать. Год назад можно было сто процентов. Сейчас надо подрубить последний. Сейчас это не актуально. Сейчас можно купить девайс. Это достаточно актуальная тема, если, допустим, для одного человека-разработчика, если это для компаний, где бы, там, десяти человек состоящих. Это уже, в принципе… Еще такой вопрос, в связи с разработкой. Насколько я понимаю, Google DLS, значит, от 80-летнего направления по краевскому зарплату есть проблемы? Не совсем так. Во-первых, когда они начинают работать, вы это можете заметить очень простым способом. Сейчас они выключены, да? Вот они работают. Вы явно видите, что, как бы, я что-то делал. Для того, чтобы мне запустить видео, мне нужно либо сказать «Окей, гороскоп». Я сейчас, я сейчас это покажу просто. Спасибо. 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 Вот это? Нет, это стандартная платформа на Google, и ссылка в LinkedIn… Окей, класс? Ну, собственно, что я делал головой? Да, я листал список. И сказал… вот все, что вы видите сейчас на экране… это Это все голосовые команды, которые я могу сказать. Иногда он неправильно определяет, а сейчас он решил, что я на голосовую. Но смысл в чем? Значит, скрыто снять в принципе не получится раз. Второе, насколько я знаю, в Google Glass проблем сейчас нет. То есть были такие попытки со стороны российского правительства, скажем, как в России сделать, как будет там, и украинского. То есть будет вроде бы при этом такое. Но, насколько мне известно сейчас, это все абсолютно летально. И это все абсолютно можно обвозить. Бород того, сейчас есть даже интернет-магазины, которые выступают посредниками при покупке Google очков. Можно заказать через эти санки или нет. Ну, опять-таки, я надеюсь на наше законодательство, на наши органы, исполнительные, судебные области всей страны, что они в более-менее здравом состоянии находятся, они будут хотя бы у Google Glass. Вот. Ну, давайте сейчас еще раз в рамках OK Glass. Ну, все. Кстати, с OK Glass тоже интересная ситуация. Голосовые команды, они же на самом деле в радиусе нет. То есть, как бы, могу OK Glass и яско. Может, OK Glass такой, кто-нибудь, если я так. На одном из демо тоже было очень интересно. Я рассказал это все. И спрошу это, что можно любую вообще команду сказать, и она, что, скорее всего, исполнится. Ну, если они вас распознают, наверное, да. Такой человек подходит. OK Glass, Google Торнер. Да, вот вы смеетесь. Ну, как бы, это пошло один минут, выпало семёжка. Вот, как-то так. Еще вопрос. Да. Настолько устоялись паттерны взаимодействия с человеком и очки? Насколько они движутся? В какую сторону движутся? Экспериментирует ли Google? Сейчас я видео. С морганиями там или нет? Да. С морганиями экспериментирует. И с морганиями, собственно говоря, первая версия очков, которая вышла, они заявили, что да, будет поддерживаться моргание. И наполовин девайс, наполовин автоп. Как было потом выяснено, это происходило из-за наводок элементов, которые будут на самой плате. Поменяли во второй версии, поменяли расположение элементов. Тогда они отключили это моргание на уровне прошивки программы. По поводу экспериментов. Сейчас уже на девелопер Google.com можно найти прямо гайды по проектированию интерфейсов для Google. Google.com. И как бы Google говорит, что чуваки, вот, давайте их следовать. Но, еще они говорят следующее, что до сих пор это все еще Explorer Edition версия. И мы вам не гарантируем, что со следующей вашей, со следующей нашей прошивкой, ваше приложение будет работать так же, как оно работало до этого. Потому что мы все еще экспериментируем. У них это написано... Это вообще великолепнейшая, на самом деле, фраза. Великолепнейшая... Я очень люблю за это Google. Там в одном из самых видных мест у них на сайте поделил окна. Есть это большое предложение. Чем оно великолепное? Оно позволяет кинуть эту ссылку клиентам и сказать, Пацаны! Оршивка поменялась, мы не минованы. Но, на самом деле, это бывает и так. Дака закрывается. Экспериментируют они? Да, они экспериментируют. Они экспериментируют не только с софтом, но и с hardware. Они экспериментируют с вот этими новыми вариантами. Допустим, изначально в GTK не было вообще, в принципе, поддержки вот этих вот cards. Нельзя было создавать интерфейсы. Ну, точнее, как их можно было создавать, но надо было очень долго и много мороки. В GTK предлагали использовать каких-то нестандартных интерфейсов. Сейчас в GTK добавили вот эти вот leaf card, которые позволяют использовать стандартные, стандартизированные интерфейсы, в которых есть же обработка вот этих вот-тапов, которые я показывал, лонг-тапов, которые говорят, 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 говорят. То есть, какая-то документация есть, на нее можно ссылаться, ее можно брать как гайды при разработке приложений и будет обложено. Еще вопросы? Всегда интересен, пожалуйста, у Switch API, он хоть настолько налогальный, то есть какие-то команды, кстати, которые мы видим, да, они там, например, запишутся, да, вот казанство по бунде, то есть, ну, в любом госпитании, то есть, оно как-то перемешало, то есть, оно работает в беженком на этом? Что касается конкретно очков, то без интернета голосовой брони не работает. Вообще. В принципе, да. Даже просто на. Значит, что касается фраз, которые есть на очках. Если вам нужна какая-то нестандартная фраза, вы можете подать заявку в Google, описать эту фразу и описать, какое ожидаемое действие будет на эту фразу. И далее, если Google с вами согласится, то в следующей версии прошивки эта фраза будет поддерживаться. Если, допустим, у вас есть приложение, которое использует стандартные фразы, которые существуют. Допустим, show a demo, или show file a product, или, там, take a picture, или что-то там. И у вас есть несколько приложений, которые отзываются на эту голосовую команду, то у вас получается следующий разум. Допустим, show a product, вы говорите, и у вас проявляется меню, и там дальше выбор из двух или из трех приложений, которые дальше вытапните, оно будет рабочим. Вот. Что касается вот все, что подсказывают на 4.4 Android, в принципе, это можно делать, если там больше, 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 больше. Ну. Ставится приложение стандартных. Да. Есть много других решений, которые только будут. Яндекс сейчас тоже очень хорошо начали. А вот навигация по меню только свайпом, или может она голосом только без? А все команды, которые свайпом, они могут быть выбраны голосом. И, собственно говоря, вот тот большой список, который вот так вот был у нас. Да, 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 да. Только там окей глаз. Да. Да. Стандартные голосовые команды. Да, я имею в виду, есть приложения, да, выбор меню приложений. Есть там категории, потом в каждой категории какие-то. Да. То есть там мы свайпали, там долистали до пятой закладки, можно использовать. и опять долистали до десятой закладки. Есть стандартные голосовые команды, которые предлагается использовать для навигации внутри приложений. Их можно использовать. Ваше мнение, Google Class может заменить смартфон? Да, 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 да. Есть список этих команд, именно для навигации внутри приложений. Вот тот большой список, который будет, это именно выбор будет приложений. А дальше, когда заходим внутрь, там еще можно там бэк, форвард, и так далее, и так далее, и так далее. Типа такого там. Ваше мнение, Google Class может заменить смартфон? Не знаю. Вот в том варианте, который сейчас вряд ли. Нет при развитии дальше программ, систем, возможностей? Ну я думаю, что скорее всего нет. По той простой причине, что у людей очень нервное мышление. Мы привыкаем к каким-то вещам, и если мы к ним привыкли, то мы с ними уже крайне при новом остаёмся. Вот смартфон, это как раз та вещь, которая сейчас уже воспринимается абсолютно неотъемлемо. И я не уверен, что в течении, там, встречи, как 5-ти или 6-ти лет, какие бы были удобные девайсы, как бы в голову вы представляете, но, скорее всего, за счет нервности мышления, мы не окажемся смартфоном. Но здесь ограниченный функционал, то уже был текст, то есть, да, можно волосы, но когда сидишь где-то в компании, волосы уже смс-ку подруги не отправишь. Либо отправят ваш товарищ, например. Да. Это же вариант. А дело в том, что, да, опять-таки, вот тут тоже, действительно, очень хороший пример про голосовой набор. Голосовой набор текстовых сообщений, существует его сколько лет. Как бы, их делали еще в те времена, когда Windows сделала Pocket PC, и были некоторые программы, типа, там, Dagon Giptade, да, для Windows 95-го, которые позволяли набивать текст. Но этим никто не пользуется. Почему? Ну, потому что, действительно, есть вероятность того, что не тот текст. А если вообще тут виртуальная календартура, или что-то подобное, а как вести пароль на Wi-Fi, если там символы? Это же их не произойдет, аж правильно. Значит, пароль на Wi-Fi вводится следующим образом. Вот как раз для этого существуют какие-то вот, эти приложения для, приложения Modules для iOS, для Android, либо Web Interface. Вводится это, я, собственно говоря, вам сейчас покажу. На примере Web. Я лишь путаю. На примере Web. Если ты зашел в ChromeFight, тебе надо все равно компьютер, да? Либо, ну, либо доступ к компьютеру, да, либо можно со смартфона делать все то же самое. Ну, смартфон я сейчас просто не расшарю, а здесь покажу. Значит, там, вводим какую-то там сеть, да, и вводим какой-то, пару дней. Есть такое сиденье, наверное. А дальше, ну, просто считываем QR-Code, заходим в настройки Wi-Fi, говорит, выбрать Wi-Fi по QR-Code, считываем его и заходим в сеть. И все. Это если для Wi-Fi. Если для приложений. Приложение предлагается делать следующим образом. Вы выбираете приложение вот в том списке приложений, которые я показывал, да? вот здесь. А тот же Facebook? Да. Тот же Facebook. Тот же Facebook. Тот же Facebook. Тот же Facebook. По сути, он разрешается регистрировать, а потом на устройствах приезжают. И на устройствах идет... А он там вот через API через Google? Да. Через меру API. Для найти приложений предлагается делать такой же точно вариант. Когда в любом случае даже нативное приложение вам нужно каким-то образом распространять. Если официальным образом распространять, то вы будете делать это через Glassware. Соответственно, вы сделаете вот такую регистрационную форму, загруете туда приложение, и дальше на этой, грубо говоря, регистрационной форме в Google Carters нужно ввести имя пользователя, пароль, который потом уже передастся на Glassware, который на Google Carters установлен. Если вы, допустим, не хотите распространять ваше приложение через эту фигню, ну, масса вариантов. Опять-таки та же считывал, как QR-кода, либо там какой-то компаньон приложения, так называемое, которое будет запущено у вас. Все зависит от того, какие у вас цели, каким образом. А какие аппликационные возможности у вас? Wi-Fi и Bluetooth. Да. Значит... Bluetooth вообще, на самом деле, можно подключить USB к Bluetooth. И она... Если если вы там запустите вот обычное приложение стандартное, с Android, с какого-нибудь... Я не знаю, попробовать. Скорее всего, она появится, и не знаю, что будет на всем обменном играть. Пока не могу сказать, могу через пару дней пробовать, и написал. На экономии можно только включать Bluetooth Wi-Fi? Можно, но тогда, собственно говоря, нет интернета, половина функционала не работает. Как бы основная идея в чем очков? Что нитентификационные и звонки приходят сразу сюда, и не нужно доставать телефон, да? То есть телефон вы доставите уже каких-то более сложных вещей. например, не знаю, фотки уже тоже делали. Делать селфи. Вот. Делать селфи с Google Glass вы не можете. Соответственно, для этого установить телефон и геродисы. Вот. А для всего остального использования Google Glass они должны быть все равно подключены. Не то, что должны быть. Если они подключены... Телефону через... Да. Телефону можно по-разному. Допустим, вот сейчас очки подключены в нашу корпоративную Wi-Fi 7. Телефону по Bluetooth сеть поднимается и решается потом, да, 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 да. То есть, как-то что-то можно доехать и так далее. Да, 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 да. Все это будет... Причем, оно достаточно модно работает. По самом деле, я делал несколько экспериментов. Но, в основном, делал эксперименты с навигацией на машине. А с Bluetooth какой-нибудь? Четвертой. Я пробовал две связки, пробовал... Вообще, на них по-моему, третий стоит Bluetooth. Я пробовал с iPhone MTS и с Cat on Nexus. Там и там стоит четвертый, как бы, на телефонах. Поэтому... Да я уверен, что и с третьим тоже будет. А какие-то свои устройства будут устроить в принципе да. В принципе, да. Более того, можно даже попытаться USB-ом. Но, опять-таки, они не гарантированно будут работать у всех паршивках пока что. В явном виде ограничений нет. Если, допустим, с часами Android VR и то приложение, которое я показывал, там было явно сказано ограничение, что нет некоторых доступа к некоторым API, то же самое USB, нельзя программировать, потому что на половине будет делать обмен. То, для Google Glass, вот прямо так вот, что этого нельзя делать не искать. Тестом можно сделать. Алексей, а у вас у всех такой R&D как правильный или продукт холд? Ну, собственно, вопрос больше холд, но и продукт коммерческий продукт. Я понимаете, какая ситуация? Тут напрямую прямо таких вот именно продуктов, которые шаются и известно нам в интернете вот таким вот образом, платных, их пока еще нет. Потому что не совсем понятно, каким образом это все продавать. Но, за счет того, что вы говорите, наше приложение через Google Glass поддерживает, это вот связка Google Glass, ваше приложение, оно уже приносит некоторые доходы. Вот те люди, которые мы делаем, у них проект достаточно интересный. Короче, интересный у них проект, но продавать их за деньги тоже не будет. Это больше интертейнмент или бизнес? Это больше бизнес, не интертейнмент. Но, опять-таки, существуют еще варианты создавать кастомные подшипки, либо приложения, которые будут использовать в сфере небольшой, допустим, охрана, банковские объекты, или, допустим, медицинские передающие штуки и так далее. Прямой выгоды может и не быть. То есть, не будет приложения, которое будет стоить на 50 долларов. Это пока что сейчас. Но, опять-таки, этого магазина могут около года сейчас всего с этим приложением. То есть, девайсов еще не так много. Все будет зависеть от следующего шага на уровне. Как, когда и какой именно продукт они выдадут пользователям, за сколько денег, насколько сильно они пока чают и где ради на다고 recherche unlikely. И получается еще коммерческие предложения тратиф allowed be ready Ну, как сказать? Для меня есть коммерческие предложения, потому что у нас есть клиенты, которые платят хорошие деньги за те предложения, которые мы разрабатывают. Для вас, как пользователя, нет коммерческих предложений, потому что все приложения бесплатные. Для человека, который заказывает заплатные предложения, дает вам бесплатно, у него есть своя оливерситияская общая Пиара, например. Прошелся. Да, следующий. Гугл-байр, почему они импортировали на Глаз? Чем не представлялся? Понимаете, функционал в самом Глаз довольно пиарный. Кого не импортировали? Гугл-байр. Ну, система для... Ну, начнем с того, что как бы... Возможности андроида, которые есть на Гугл-байр, что вот андроид, они больше, чем андроид вверх. То есть, например, вы из часов напрямую подключиться к интернету не можете. Вообще никак. Даже если ваши часы подключены к вашему устройству, которое в свою очередь подключено через Wi-Fi или через этот самый, не работает. Нифига. Причем, более того, значит, сами Гугл говорят, когда портировали это подключение, вот, найдите, наночасы, как с этим комплексом, Гугл говорят, что все делайте через Гугл-плей-сервисы. Не надо пытаться установить, какие-то новые протоколы, типа там TCP-IP, между девайсом Android часами и девайсом Android этим самым телефоном. Не надо этого делать. Внутренне вот эти вот low-level TCP соединения не будут работать в принципе. Только в Гугл-плей-сервисе. Я понимаю, почему они это делают для того, чтобы, допустим, часы нельзя было просто так лететь с ID, допустим, с Windows Phone, с iPhone сейчас. Хотя в будущем они обещают поддержку сделанной. Соответственно, ну, Android Wear, как бы, да, кастомизированная, скажем, версия Android, у нее немножко попроще характеристики в том плане, что 512 мегабайт памяти там нужно для запуска, и на часах и 512 мегабайт. И, но процессоры там мощнее, чем у Тиомап используется. Ну, как бы, я не знаю, почему, мне кажется, это просто два абсолютно разных направления, которые не конкурируют друг с Гуглом. И мне кажется, что Гугл... Простите? Потому что Explorer это все еще элитовская вещь, не связывается. Да, и мы, как бы, мы в смысле люди-земляне, не можем еще пока привезти к этим очкам, которые постоянно будем носить, которые нам будут рассказывать, что это может быть так, не знаю. Ну, посмотрим. Собственно говоря, с... Ну, мы все это увидим на ближайшем сахаре. Я, прошу прощения, вот молодой человек очень хотел спросить. А, аккумулята там лети-руб? Да. Риск того, что он взорвется? Они взрываются? Бывает. Сейчас посмотрим. Я не могу вам сказать так сразу. вот аккумулятор. Ну, скорее всего, полетел. Не знаю, я не смею, чтобы они взорвались. Потому что, если бы они взорвались, то с учетом того, что он находится вот в этой вот фигне, вот это вот все, это большой аккумулятор. Вот. То, ну... Не, ну понятно, что он взорвался. Как бы, да, мы бы об этом знали сразу. Вот. Ну, не осталось, просто не такое количество устройств, как там, если он взорвался один. Вообще, на самом деле, да, если взорвался один, опять-таки, Google, вероятнее, все об этом знают, они могут быстро приезжать на Google-машинах и закапливать тело. Да, либо самоуничтожение устройств. Это я. Да, вопрос по маркету. Модель загрузки приложения на девайс, это на прямую или через маркет? Значит, ваши свои приложения можете запускать на девайсе абсолютно без проблем. Подключили его шнурком. А клиент там вашим? Клиент тоже подключает шнурком и запускает. У нас клиент очень продуман. Так, в плане Google-машин. Ну, то есть люди знают реально, что хотят и не просто так вот мы услышали, что у вас давайте вот вам миллион долларов и тесты. Нет, они знают, что хотят, они вам присылают очень правильные лайфреймы, то есть люди интересуются им. Соответственно, они умеют загружать дальше. Принсталяция через ADB, просто АПК-шка? Да, абсолютно верно. АПК абсолютно идентичная натуральная. точно такая же как и обычная сетей. Возвратно, это Android и есть. Если у вас закончились вопросы, еще один. а вот если мы в тысячу в день, возможно ли его расширить и какие проблемы может сталкиваться? Ну, смотрите, какая ситуация. Я уверен, что можно расширить, если, например, связаться с Google и попросить Google, что, смотрите, мы реально вышли за тысячу. потому что то же самое в Facebook, да, или в Вернот, но они не влезут в тысячу реквестов на аккандах. Ну, браками серии и присков, да, и когда в Google. у нас все ходы записаны. Это для других да, для по сервису. То есть, думаю, что можно договориться. Не уверена, 100% не было. Но у вас именно лично были проблемы? Как обработать? Были проблемы, что они не приходили мгновенно, а приходили там через некоторое время. Вот. Но с другой стороны, иметь никакой гарантии со стороны Google, что они будут приходить мгновенно. И, как бы, с учетом всех этих вот вещей, у нас сервис спроектирован, и они используют такие функции, которые вкладываются в эту политику. Если на дефеки не пришел сейчас, а прошел через сутки, ничего страшного не произошло. Для этого мы используем в Европе. Для всего остального мы используем на тени которые могут законнектироваться или как-то полюбировать или еще сделать. Не в целом не знаю. есть возможно приход сообщения у вас по серверу? Раньше был, и на 5. Но можно сделать так, что в какой-то определенный момент времени вы видите ОК ГЛЕСТ или какую-то программу запущенную. Если вашему сервису нужно что-то сделать специально, то запустится ваша программа, она красиво выйдет на экран, раздвинет все эти карточки, станет сверху, и она заработает. И она перестанет работать только после того, как пользователь выберет это приложение и выполнит пашки действия. То есть как раз для моментальных вещей, которые нужны, она очень хорошо подходит. Да, они могут работать в бэкграунге и когда есть нужна... Те же сервисы пишутся? Да, те же абсолютно сервисы. Я уже пробовал, не работает. Давайте я сейчас перегружу ту часть чуть попозже и попробуем еще раз. Хорошо? Если у вас нет больше вопросов, я не предупреждал. Благодарю коллеги. Давайте поаплодируем. Сейчас после того, как мы завершим, будет время для того, чтобы вы неформально пообщались, задавали вопросы, которые вы боялись озвучить слух, но сейчас мы хотим вручить за самые интересные вопросы подарок. И вопросы запомнят. показались интересными. Я честно говорю, я не запомнил вопросы, но я запомнил людей, которые мне задавали. Вот молодой человек. Выходите, мы сейчас вам вручим все и сделаем красивые памятные фотографии. Выходите, мы вам всего вручим. Леша, вручай, мы будем просил фотографироваться. А людей набежало больше, чем подарок. Даша, я думаю, что на самом деле мужчинам будет гораздо приятнее получить из твоей группы. Хорошо, тогда я тебе дам угол глаз. Естественно, вот, да. Звечный очень хорошо. Говори, take picture. Take picture. Слушай, а вот есть глаз. Вот, есть глаз. Я уже птичинский. Сейчас подарок дойдет. Коллеги, а еще я надеюсь, что you enjoy our drinks. Поэтому кто не знает, если понравилось. Да, можете присаживаться, подождите, буквально две секундочки. Мы хотели немножко создачь согревающую атмосферу, мы надеемся, что нам это удалось. Коллеги, волшебные стаканчики, они действительно волшебные, обратите внимание. У них есть наклеечка IT-TALK, но они на всех. Кто счастливчик, выходите сюда. На которых нет или на которых есть? Внимательно посмотрите, прокрутитесь, заканчиваем. Если наклейка IT-TALK есть, слышите, у кого нет наклейки, нужно, чтобы вышли. наклейки, нет, нет. У всех есть, но есть счастливчики, у кого нет. Отлично. Раз. Роспел, отклей. Ну, вот давайте не читерить, пожалуйста. Дима будет делать целки. Вот. Девчонки, как у вас там с наклейками? Все есть, да? Ну, отлично, тогда мы вручаем подарки. Дима, ты профотографируешь, а потом мы тебе вручим. Сейчас очень важно показать, что там внутри. Кто готов распаковать подарочный набор, показать им всем. коллеги, спасибо, что пришли. Наш вечер не заканчивается, вы сможете сейчас подойти и задать все интересующие вас вопросы и напоминаем что наша компания открыта для встреч для сообществ поэтому если вас есть идеи мысли пожелания предложения вы не стесняйтесь делитесь следите за новостями на нашем блоге dotar точка ру и давайте раз у нас такая конкурсная атмосфера прошла как только появится отчет в блоге с нашей встречи давайте сделаем конкурс комментариев к этому отчету ну и конечно же вас будут ожидать подарки еще мы вас будем ждать на следующих встречах следующая встреча у нас будет на следующей неделе для технологии java если у вас есть друзья знакомые товарищи которые работают с технологией java приходите будет джава юзер групп детали можно посмотреть на сайте джак и ньюэй там просто не технический момент очень сложно объяснять вот и на нашем вот надеюсь вам все понравилось можно свободно общаться отдыхать в общем мы вечер продолжаем более неформально